Когда в июле прошлого года в Стамбуле была подписана так называемая зерновая сделка, казалось, был найден хоть и временный, но выход из глобального продовольственного кризиса. Россия пообещала не нападать на суда, которые будут вывозить зерно из украинских портов. Но уже на следующий день Россия попыталась сорвать соглашение, обстреляв порт Одессы. Несмотря ни на что, хоть и со скрипом, но соглашение работало. Однако есть риск, что уже 17 июля 2023 года зерновой коридор закроется. Здравствуйте, меня зовут Константин Игнатчук. И сегодня обсудим, что дала зерновая сделка подписантам и будет ли она продлена. А мои собеседники – директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. Зерновая сделка позволила быстрее и проще экспортировать украинское зерно на мировые рынки и таким образом поддержать украинскую экономику и не допустить кризиса продовольствия в мире. Но почему Россия всячески пытается сорвать зерновую сделку, хотя каждый раз ее продлевает? Является ли зерновая сделка эффективным механизмом? Она была полуэффективной, но позволяла обеспечивать некий поток продовольствия на мировые рынки. Позволила не допустить голод и создание массового дефицита в странах Магриба и Центральной Африки. Кроме того, не дала скакнуть цены на продовольствие в разы, что прогнозировалось. Поэтому сказать, что зерновая сделка стабилизировала ситуацию на рынках, да, сыграла. Была ли она полноценной? Нет, потому что Россия постоянно пыталась торпедировать ее, играла, спекулировала, манипулировала. По большому счету, конечно, да. Хотя разные страны там преследовали свои цели. В первую очередь мы говорим о Турции. Больше всего, наверное, Турция выиграла из этой зерновой сделки. Да, безусловно, те тонны, десятки, сотни тысяч тонн, которые были заставлены в конкретные страны, там, Латинской Америки, Африки, да, они помогали, да, вот этому, скажем, проблеме голода, продовольственному кризису, который реально существует. Но это, в принципе, был, как бы, да, вот дополнительный доход в бюджет и Украины. В чем сложность переговоров по зерновой сделке? Там слишком много посредников. Слишком много групп интересов, которые пытаются ставить свою одну копейку в этот расклад. И там появляются разнообразные группы турков, которые имеют сомнительный происхождение своих денег и статусов, кто-то не приобретает от имени Анкары в переговорах, кого они представляют, зачем они этого делают. Убираются им названия какие-то фирм, которые хотят именять на такие, на похожие фирмы, например, в Крыму. Или там арестованные активы в третьих странах. То есть там каждый пытается сделать какой-то гешефт на это. Поэтому есть видимая часть айсберга зерновой сделки, а есть невидимая. Иногда мне кажется, что невидимая часть сделки намного весомее и важнее, чем видимая часть. Действительно ли Россия хочет отказаться от зерновой сделки? Здесь Россия слабый игрок, потому что главным выгодополучателем этой зерновой сделки является Турция, которая превратила свои порты в некий хаб, обеспечивающий подовольственную безопасность стран Магриба, большого Ближнего Востока. Таким образом, предоставляя хлеб дружественным к себе режимом, поддерживая в том числе возможность для себя влиять на политику Алжира, Ливана, Египта и других стран. Там, где у Турции есть прямые интересы. Поэтому Турция будет заинтересована в том, что она работала дальше. Возможно, на сейчас, в несколько месяцев, мы будем видеть турбулентность и промогласное заявление о том, что вот, мы разрываем эту сделку. Никакого компромисса от ООН и Запада Россия не увидела в этом вопросе. Но потом, в силу разных причин, Россия будет снова садиться на стол переговоров в рамках зерновой сделки. Что-то пытаться туда всунуть как плюс. Там, аммиакопровод. И что-нибудь еще. Транзиты какие-нибудь, какие-нибудь активы. Попытаться втиснуть туда же гуманитарный кейс войны. Попытаться втиснуть туда некие гарантии о снижении военной интенсивности в районах экватории Черного моря. Они это очень хотят. То есть, одна из требований, которая официально-неофициально звучит от России, это то, чтобы Украина прекратила любые наступательные действия в Черном море. Ну, это смешно. Это во-первых. Во-вторых, зерно отдельно, война отдельно. Каких предварительных условий мы не приедем. Соответственно, да, в начале зерновой сделки одним из элементов этой сделки был кейс по Азовсталин. То сейчас украинская страна пытается максимально не допускать любые плюсы к этой сделке. Только гуманитарная составляющая, только продовольство. Ну, посмотрим. У меня большие, ну, скажем так, есть ощущение, что Россия сейчас поиграет, а потом снова вернется. В таком случае, в чем выгода для России продлевать действие зернового коридора? Для России, насколько это выгодно, я думаю, они надеялись все-таки на запуск вот этого, да, вот провода, да, мячного там, да, Одесса-отталять. Этого не произошло. Кстати, это одно из условий, как бы, да, вот продолжение вроде бы, как они заявляли, условно говоря, неделю назад. Но опять же, возвращаясь к мятежу Пригожина, я думаю, что это может существенно сейчас повлиять на ситуацию и позицию, да, вот России. Потому что, по большому счету, Турция, которая заинтересована в этом, она в нынешней ситуации может иметь дополнительные, как бы, да, аргументы для того, чтобы Россия пошла на продление. В том числе и Китай, да, который покупает украинское зерно. То есть, ослабив этим мятежом Путина, ну, появилась возможность все-таки о том, чтобы без каких-либо там серьезных проблем это, как бы, зерновое соглашение было продлено, да, там, с 18 июля. Посмотрим, осталось ждать недолго. Посмотрим, насколько действительно это вот повлияло на позицию Путина и на возможность все-таки его, ну, принудить, не буду говорить заставить, да, вот принудить, вот, как бы, пойти на продолжение и на продление вот этой зернового соглашения. Там еще стоял вопрос об экспорте российского зерна, да, вот такие, как бы, ограничения экспорта, да, чтобы, как бы, они были сняты. Они были сняты, вот я думаю, что в этом смысле, да, то есть они, как бы, готовы, наверное, пойти, если дадут возможность им дополнительных, как бы, да, вот, денег в бюджет Российской Федерации, вот, за продаж вот этого зерна. Я думаю, это тоже аргумент. То есть, скорее всего, могут быть как раз и в этом вопросе какие-то уступки и компромиссы. Ну, посмотрим. Россия ведь тоже поставляет зерно на мировой рынке, и в том числе ворованное в Украину. То, которое они получили в результате нападения, в портах уже готовые к отгрузке, то, которое было на элеваторах. И сейчас, после уборки урожая, Россия будет продавать украинское зерно. На тех территориях, которые она сейчас контролирует, акупирована. Поэтому она торгует ворованным украинским зерном, это надо понимать. Россия, таким образом, продолжает сохранять позиции на мировом рынке подовольствия. И на тех рынках, которые она пытается любым способом сохранить, а именно африканские рынки и Большого Ближнего Востока. Для них это очень важно. Это есть политический инструмент, привязки к себе режимов этих регионов. Это традиционные страны, с которыми Россия имеет, так называемые, дружеские отношения. В том числе, военно-техническое сотрудничество. Поэтому для России это важно. И вот эта важность, этот смысл, он и не позволяет России полностью уйти, отказаться, категорически отказаться от зерновой сделки. Они будут к ней возвращаться время от времени. Недавно министр иностранных дел России Сергей Лобуров заявил, что продление зернового соглашения будет зависеть от разблокировки экспорта российского аммиака. Почему вопрос аммиака столь важен для Кремля? У них есть свои какие-то там вопросы. То есть какие-то общеизвестные, то есть это там нужно. Я думаю, там есть еще какие-то меркантильные, возможно, личные интересы некоторых с окружением Путина. То есть это, в принципе, заработок в том числе. Ну и с другой стороны, давайте будем опять же объективными. Запуск этого, скажем так, провода аммиачного, он поставит не совсем удобное, я бы так сказал, положение и президента Украины. То есть те, кто оппонирует ему, они будут сейчас об этом говорить. То есть как можно отправлять, дабы Россия зарабатывала деньги, когда все вводят санкции. Мы требуем от мира, от стран мира, чтобы они вводили санкции, а мы сами способствуем бизнесу, экономике Российской Федерации. То есть это такой вот, думаю, и была палка о двух концах. То есть и выгода для Российской Федерации, и как бы попробовать сминусовать позиции президента. То есть они ставили его в неудобное положение. Это был шантаж, по большому счету. То есть вы нам аммиак, а мы вам там зерновое соглашение. То есть пока держались, но я думаю, что и продержимся и дальше. Аммиак и производство аммиака – это один из бизнесов, связанных с башнями Кремля. Это раз. Во-вторых, это тот ресурс, который также, аммиак – это часть удобрения. Это важный ресурс для тех же регионов, которые связаны с зерновой сделкой. Важно сохранить, собственно, позицию на рынке. Важно обеспечить поставки дружескальным режимом. Важно использовать продовольственную безопасность как элемент гибридной войны. На Ближнем Востоке и в странах могли бы и в Африке. Поэтому здесь для России это важно. Тем более это демпинг, это попытка выбить других производителей через демпинг на удобрениях. На Балканах. То есть это масса возможностей, которые есть в России, связанных с этим. Но аммиака пробок будет не единственный вопрос транзита, поднимающийся Россией. Например, это газовый транзит. Например, это некие объекты, активы, которые сейчас заморожены или арештованы, которые Россия попытается обменять на другие активы. Это ряд других вопросов, которые время от времени неофициально поднимаются во время закрытых переговоров при зерновой сделке. Эксперты считают, что больше других от зерновой сделки выиграла Турция. Кому еще этот договор на руку? И что будет, если зерновой коридор закроется? Зерновая сделка была одним из аргументов в пользу Эрдогану на президентских выборах в Турции. Нужна ли эта сделка Эрдогану и дальше? Какие выгоды от нее Турции? Для Турции важен хаб. Это вопрос национальной безопасности и национальных интересов. Поэтому они будут держаться за зерновую сделку. Эрдоган продолжает использовать это как часть своей внешней политики на Ближнем Востоке, в Магрибе и Африке. Он это инструментаризировал, что позволяет ему быть игроком, а не ведомым. То есть он не просто посредник, он игрок благодаря этой сделке. Он благодаря этой сделке постоянно выступает в роли медиатора, переговорщика, миротворца. И это не вопрос выбора. Это вопрос содержания некого нового статуса, предпринимаемого Турцией во время войны в Украине. И Турция будет держать эту линию. Поэтому это не связано с выборами. Она позиционирует себя как влиятельного игрока в мире. По большому счету в Стамбуле было заключено это зерновое соглашение. И она становится игроком даже уже не регионального характера. Я имею в виду в Черноморском бассейне. По большому счету выходит, и об этом, наверное, и мечтает Эрдеган, и его ближайшее окружение, политическая правящая партия Турции. О том, чтобы быть одним из главных каких-то игроков. Потому что мир меняется, и надо занять свое место. И вот этот вопрос, как мы говорили, строительство тюркского мира, это как бы способствует нынешнее положение Турции именно в этих планах двигаться дальше. Поэтому тут, с моей точки зрения, со всех сторон для Турции это очень важно. Зерно идет о странах Латинской Америки, Африки. То есть Турция всегда может, встречаясь с представителями этих стран, с организациями Африканского союза, латиноамериканских каких-то организаций, всегда говорить о том, что вот мы сыграли решающую роль для того, чтобы мы помогали странам, которые входят в ваши организации. Поэтому давайте как-то дружить, давайте какие-то будем заключать новые соглашения. То есть тут, на самом деле, очень широкое поле для того, чтобы двигаться дальше, и это выгодно Турции. Одной из сторон подписантов соглашения по зерну была организация объединенных наций. Способна ли она повлиять на продолжение действия договора? Я небольшого мнения о способности ООН что-то модерировать и выступать где-то посредниками. ООН как институция показала свою полную неэффективность в виде Совета безопасности и самой структуры ООН и институции, которые в ней существуют. Поэтому, на мой взгляд, способности Гутерреша, генерального секретаря, и институции ООН, которые задействованы в зерновой сделке, повлияют на Россию, они сведены к минимуму. Да, есть какие-то варианты, есть какие-то возможности мобилизировать страны, которые являются потребителями продовольствия, которые нуждаются в этом продовольствии, где есть критическая ситуация с голодом, они мобилизируются, они давят на Россию в ООН, на генеральной ассамблее говорят о том, что они будут голосовать не так, как хочет Россия, даже не у него сдерживаться, а против. Это может сыграть определенную роль в изменении позиции России, но это небольшой процент буквально из общего решения. Она может быть просто как платформа, на которой будут обговаривать. То есть, условно говоря, такая вот витрина, по большому счету. Оно и так, в принципе, было под эгидой вроде бы ООН. То есть, по большому счету, все уже понимают, что ООН не сыграла свою роль, которую закладывали, когда ее создавали. То есть, все говорят о реформировании ООН, об этом уже изогрел даже Генсек Гутерреш. Поэтому, скорее всего, это будет просто как бы модератором, выступать один из модераторов. Потому что, я думаю, что Турция также не отдаст свою главную роль в этом вопросе. А вот как витрина, условно говоря, придать солидности, скорее всего, это будет использоваться. Кто еще заинтересован в продолжении зерновой сделки? Я думаю, и Китай, потому что это проще доставлять. Когда сразу выходят на море, они идут в сторону Китая. Чем вот это дополнительные какие-то перегрузочные станции. Это, во-первых, думаю, будет дорожание. То есть, я думаю, что на первом месте, безусловно, Турция. А думаю, ну и Китай также не на последнем месте. Если Россия больше не захочет гарантировать безопасность судов зерном, есть ли у Украины план «Б»? Мы нарастили достаточно неплохо транзитный поток зерна с сокопутными коридорами. Есть целый парк перевозчиков, который занимается отправкой грузов через Балканы, через Западную Европу, через Европейский Союз. Поэтому план «Б» существует. Да, это подорвет оперативность. Это подорвет, скажем так, может некоторое время снизить объемы и удорожить цену вопроса. Но это не снимет. Если бы не было зерновой сделки, просто будем выходить как экспортеры зерна на мировой рынке. Будем конкурировать, поставить тем, кому надо. А он будет дальше закупать у нас необходимые объемы, создавать условия и так далее. То есть механизм взаимодействия с ООН будет продолжен. Уже без России. Есть транзитная линия через Молдову, есть Румыния, есть Польша, Словакия. То есть достаточно возможности для экспорта зерна. Да, проблемы возникнут, но они будут не супер критичными, какие были, например, в 1923 году. Я думаю, это не только в Украине должен быть план «Б», как бы и у других стран, там рассматривают и сухопутные коридоры. Есть там определенные проблемы. В первую очередь это касается Венгрии. Прохождение, то есть тут опять надо будет решать. Это, я думаю, легче будет решить, чем с Путиным, по большому счету. Чтобы там Орбат не заявлял. Но этот вопрос, я думаю, можно будет решить. Там Дунай используют для того, чтобы в какую-то часть зерна можно было поставлять дальше. Но я думаю, будут искать, конечно, будут выходить из этой ситуации. Я думаю, что это план не Украины только. Это, безусловно, все заинтересованные стороны этот вариант рассматривают. Но для Турции это будет не совсем хорошо, по большому счету. Мы только что рассказывали, как хорошо, когда это идет все через Дарданеллы, Босфор. А вот когда пойдет не той дорогой, у Турции тут немножко будет уже терять, терять то, что у нас себе там приобрела. Весной этого года ряд европейских стран ввели ограничения на транзит украинского зерна, пытаясь таким образом защитить свой внутренний рынок. Будут ли проблемы с транзитом через Европу в дальнейшем? Надо понимать, что часть стран воздержалась от жестких транзитных ограничений. Да, мы столкнулись с блокировкой, но в том числе это была такая взаимная ответственность. С одной стороны, Европейский Союз несогласного проявления не договорился с собственными ассоциациями фермеров. О компенсациях. Это раз. Во-вторых, украинские экспортеры, используя ШАНС, сыграли переносители рынка. Например, по поставках меда Украина загнала далеко за плинтус производителей Польши, Словакии. И мы на рынке подовольствия явно дриппинговали. Конечно, вызывало... Фермера, польские или там Словакии, оказались неконкурентоспособны с украинским товаром. Они сбунтовались. Поэтому здесь, с одной стороны, да, наши ассоциации производителей не смогли смодерировать правильно процесс, не поработали с нашими поставщиками и компаниями, работающими в этом направлении. Во-вторых, Запад в лице Европейской комиссии не собрал на упреждение, не решил вопрос с ассоциациями своих фермеров, с квотами и так далее. И там есть двойные стандарты в отношении Европейского Союза, потому что компенсации для фермеров во Франции, например, в Германии, достаточно быстро принимаются, и все вопросы, только возникающие у этих ассоциаций, сразу же решаются в Европейской комиссии. А вот вопросы, связанные с, которые есть у фермеров Польши, Чехии, Словакии, Румынии и, например, Балтийских стран, это по вторичному признаку. То есть сначала решаются, по-моему, французы и немцы, а уже потом в Восточной Европе. И вот мы стали заруженниками этой ситуации. Она разруливается, да, она очень сложная, и в этом плане, да, есть проблема, но есть и политическая воля Европейского Союза о том, что в итоге продовольствие будет идти в случае разрушения выхода России зерновой сделки, это раз. Во-вторых, возможны разные асимметричные ответы, зеленые коридоры, специфические товары, исключения, подобные вещи. Сейчас министерство АПК Украины в этом плане работает. Я думаю, что вопрос решится. Итак, делаем выводы. В условиях войны России против Украины и агрессивных действий российского флота в Черном море, зерновое соглашение позволило направлять украинское зерно туда, где в нем нуждались больше всего. Несмотря на то, что зерновая сделка нужна и самой России, она постоянно использует ее как инструмент шантажа, пытаясь выторговать для себя какие-то преференции. Но по мере усугубления военных неудач и усиления турбулентности в самой России, позиция Москвы с каждым разом становится все слабее. Однако отказаться от риторики угроз в Кремле уже просто не способны. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.